Меня зовут Мария Сёмина, я психолог, специалист в эмоциональном образно-терапии. Хатуна, прежде всего, ты моя близкая подруга. Психолог, детский психолог, арт-терапевт, художник, который вставляется в Ирландии. Работы Хатумы украшают выставки Дублина. И Хатуна ещё ведёт курс для детей по развитию творчества, там, где детки рисуют, лепят, разукрашивают. Вообще, самые разнообразные занятия. И первый вопрос. Некоторые мамы, родители, они очень хотят, чтобы их детишки были творческими натурами. Ну и вообще стремятся дать ребёнку разнообразное развитие. А что делать, если ребёнок, например, предпочитает больше физическую активность, гонять мяч во дворе или, допустим, книжку читать, что, правда, редкость, больше, наверное, гаджеток завистать, мультики смотреть. Что-то нужно с этим делать, как-то увлекать ребёнка творчеством через себя, через свой интерес. Да, замечательно, Маша, вопрос. Да, спасибо ещё раз, что пригласила меня и что задаешь такие важные, мне кажется, вопросы. Меня тоже периодически спрашивают, да, звучит это примерно так. Вот у меня ребёнок вообще почти не рисует. Как его заставить? Я немножко начинаю думать, как же правильно ответить, потому что заставлять на самом деле не надо. Мы не можем насильно привить любовь к чему-либо и к творчеству более. И мы можем просто своим примером, своим огнём, который внутри нас возникает, когда мы сами занимаемся чем-то творческим, мы можем это привить, да, показать на себе и делать это вместе с ребёнком лучше, если он маленький особенно. И вообще, конечно, чем раньше мы начинаем, чем раньше мы окружаем ребёнка теми возможностями, которые мы действительно можем предоставить ему, чтобы вот этот самый творческий компонент, вот это желание внутри ребёнка, чтобы оно зародилось и развилось, да, чем раньше мы это начнём делать, тем лучше. И для этого просто нужно создать определённую среду внутри своего дома, внутри того пространства, где ребёнок родился, где он развивается. То есть материалы, да, которые... Да, я хотела спросить, а среду, как можно среду создать такую вот благоприятную? Это вот кто это? Ну, я имею в виду как раз, да, хочу вот об этом сказать. То есть я имею в виду, что в наших силах вполне, да, купить какое-то количество... Это могут быть не самые дорогие материалы, но пусть они будут разнообразные, чтобы это было не только, например, карандаш, карандаши цветные или карандаши и фломастеры, и всё, и точка. А сейчас на самом деле выбор огромный. Сейчас мы можем купить намного больше разных, да, вот по качеству, по фактуре. И те же фломастеры, они бывают тоже разные, и которые рисуют на стекле, и которые более толстые, более тонкие, да, чтобы интерес возник у ребёнка вообще к тому, чтобы это использовать. И потом... Я на секундочку прервусь, это комментарий может уйти. Вот Ирина пишет, я согласна, в моей семье так и делали. Дед-художник брал на колени папу, разрешал им размешивать краски. Замечательный дедушка. И это очень здорово, да. Когда вообще взрослые, особенно если вот он художник, да, художники тоже разные бывают. Кто-то вот разрешает, а кто-то сам уеденится в мастерской, и к нему никто не заходи. Кто не мешает, да, творческим порой. А вот если такая вот открытость в отношениях, и дедушка вот разрешал, тем самым он прививал, да, вот эту... Он знакомил, знакомил своего сына с миром творчества. И размешивать краски. Вот это вот самое маленькое, самое простое, да, с чего можно вообще начать с маленьким ребёнком. Сейчас есть краски безопасные. Сейчас мы можем даже сами там намешать. Вот в прошлый раз, в прошлый эфир, я говорила. Есть даже живопись по воде. Прости, что я тебя переплеваю. Есть живопись по воде, как раз для детей, да? Есть. Когда вода и капаешь, и там узоры. Ну, на самом деле, это такая специфическая тоже техника, Эбру называется. И там, ну, должна быть специальная краска, чтобы она как плёночка на воде оставалась. Вот. Но мы с сыном делали вот что. Это мы на молоке рисовали, да? Ух ты, первый раз слышу. Берёшь молоко, наливаешь в какой-то контейнер. Например, алюминиевые такие бывают контейнеры для запекания. Очень удобно. Наливаешь, ну, достаточное количество. Конечно, нужно потратить молоко, купить, может быть, недорогое, или которое уже несвежее, можно использовать молоко. И вы можете использовать краски жидкие. Либо сами вы можете развести гуашь, так, чтобы пожиже была. И ещё нужно запастись какими-то или пипеточками, или вот сейчас тоже продаётся очень много. И чем можно капать, да? Ну, можно что-то придумать для того, чтобы это... Или от флакончика какого-то использовать. Ну, пипетка какая-то. И это замечательно наблюдать, как растекаются цветные узоры по молоку и что с ними происходит. Они там начинают сами по себе смешиваться. Я ещё использовала жидкие, как это называется, фуд колорс. Это для краски для... Из еды. Из еды. Для предпочек. Кондитерские, да? А, кондитерские краски. Красители, да. Бывают жидкие. Очень удобно. И... А подскажи ещё, как они называются? Ну, здесь в англоязычных странах это фуд колорс. То есть, это для того, чтобы вот при выпечке часто, да, используют красители. А они вот в детских магазинах продаются или именно в кулинарных отделах? Нет, в кулинарных. В кулинарных отделах? Да, в каких-то... В кулинарных. То есть, их нужно искать в кулинарных отделах? Да, да. Самые недорогие. Да, получается, они безопасные, да? Потому что их можно... Да, безопасные, да. Можно с маленькими детьми не бояться там. И когда вы капаете, помогаете ребёнку вместе с ним, то есть, это на самом деле захватывающий процесс. И я на своём опте могу сказать, что мне это самое безумно интересное. Я вообще превращаюсь в маленького человечка, когда я начинаю вместе с ребёнком что-то делать. Краски растекаются. Сейчас, Маша, минуточку. Можно взять какую-то палочку и немножечко вводить этой палочкой. Вот не размешивать. Самое главное, не сразу размешать, иначе краски все смешаются и будет... Здесь палочка как кисточка, как палочкой, как будто рисуешь, ведёшь, да? Можно, знаешь, вот буквально провести черту. Провести черту. И цвета, краски вот эти, они как бы пойдут за твоим движением, образуя новые слияния, да, из узоров. Потом, когда вот первые движения мы сделали, покапали, можно взять моющее средство. Действительно, да, интересно. Моющее средство. Подскажи, что за моющее средство, уточни, пожалуйста. Для посуды. Любое. Вот как у нас там ферри, персилс, вот эти вот такие же. И капнуть, и капнуть. И вы увидите, краска начинает разъезжаться. Тоже так вот моментально происходит какая-то химическая реакция. Ну, это как бы можно только один-два раза сделать, а потом химия меняется, и уже такие надо заново наливать молоко. Ага, то есть я сначала подумала, что может быть это даже можно съесть, но я так поняла, это уже не пойдёт для еды. Ну, смотри, там получается молоко, гуашь, да? Ну, гуашь или какие-то красители. А, то есть либо гуашь, либо съедобные красители, которые можно в кулинарном отделе купить. Да. Ну, гуашь жидкая, тоже обязательно жидкая. Любая. Ага, и палочка любая, и вот жидкость для мутя-посуды, тоже она у всех в принципе есть. Да, ну вот так вот, это такой небольшой эксперимент. Ага, смотри-ка. Нам сейчас пишут, вот Настя пишет, что вчера в Ашане купили съедобные краски, нарисуй и съешь, так и называется. Вот у нас есть такие красивые. Ну, я бы не рекомендовала всё-таки их есть так целенаправленно. Имеется в виду, что если ребёнок потянул в рот, то это ведёт к каким-то печальным последствиям. Ну, мне так кажется. Насколько я знаю про такие краски. И идей на самом деле очень много. Идеи вокруг нас, да. Я призываю к тому, чтобы родители сами, они таким образом и сами себя развивают, взрослые люди, когда придумывают, а что, да, как ещё можно... Обычные предметы, обычные предметы вокруг нас могут стать... Могут заменить кисточку, могут стать материалом, с помощью которого можно что-то интересное отпечатать, нарисовать. Я, кстати, сейчас перейду всё-таки в свою мастерскую и покажу несколько предметов, которые я приготовила. Ну, вот, Настя написала, что это краски, оказывается, из шоколада. Ах, вот. Ну, вот всё время появляются какие-то новинки, да, о которых мы не можем всё знать. Вот, если есть какие-то ещё, да, у вас идеи или вы что-то видели в продаже, поделитесь, расскажите, да, что ещё бывает интересного. А я, вот, что я сама там нашла у себя, что мы пробовали с ребёнком, делали, что ещё можно использовать для рисования, для творчества. Старую зубную щётку, да, старую зубную щётку, да, очень весело. Тоже краска должна быть такая достаточно жидкая, можно развести гуашь так, чтобы прям консистенция пожиже была. И либо кисточкой нанести сюда, либо просто вот макнуть, да. И тоже либо панчиком, либо другой кисточкой, палочкой какой-нибудь. Значит, как бы движение делать по щётке, ну, по направлению... Движение паночкой по щетинкам щётки. И таким образом мы стряхиваем красочку, капельки красочки, кладут на бумагу. Ну, мы наклоняем вот так вот, чтобы поближе к бумаге. И разбрызгиваем, разбрызгиваем один цвет, потом можно другой цвет. Вот что я, например, могу предложить сразу, да? Просто эксперимент. Возьмите достаточно большой лист бумаги, ну, или там, какой вы найдёте, какой вы хотите. И вот так вот щёточкой и разными красками заполните каплями, сначала маленькими, потом покрупнее. И для этого можно взять любую строительную кисточку. И мям, жидкой краской, вот так вот стряхивая, мы делаем большие капли на бумагу. Вот такие разные-разные по величине капли, разного цвета. Мы заполняем весь лист. А уже из этого листа можно вырезать любые какие-то животные, фигурки и наклеить как аппликация на другой лист, понимаете? То есть можно всё это разнообразить и вариантов очень много, да? Как можно заинтересовать ребёнка? Здесь, получается, мы заинтересовываем через игру. Через игру. Потому что это похоже, да, на самом деле. Мы используем какие-то странные предметы, может быть, нестандартные. Не только кисточку, понимаете? Не только. Вот обыкновенная веточка какая-нибудь, сухая. И можно ею тоже что-то рисовать. Обмакиваем, рисуем. Я тоже предлагаю вот тушь взять. Она такая жидкая, очень удобная. Вот, Настя уже пишет, попробуем. Уже интерес возник. Очень много вариантов. Что ещё можно использовать? Нашли на улице перо. Я просто, ну, я купила, да, у меня такие вот. Да, наверное, лучше купить как-то на улице. Ну, да. Ну, как бы, на самом деле, сейчас ничего можно купить. И этим пером, это у нас такая кисть, может быть. Понимаешь? Ею тоже можно наносить. Вот, ребёнку интересен сам эксперимент. Вообще, какие следы ей можно оставить? А что это? А может быть, мы создаём волшебный мир? А может быть, мы просто отпечатаем, да? Отпечатаем, какой-то свет останется на бумаге. И потом из этого ещё мы что-то дорисуем, дорисуем. Да, листья деревьев. Вот я вижу, Настя говорит. Листья, да. Да, да, я это тоже делала с детьми. Потрясающе, особенно сейчас. Уж этих листьев, да, у нас вот полно. А что с листьями можно делать? Рисовать? А, если я ранды бормы, ты набираешь вместе с ребёнком на прогулке. Тоже мажешь краской, закрашиваешь листик. Не надо так слишком густо, не надо густо. Вот это очень важно всё-таки. Можно каким-то одним цветом, можно разными цветами. И так, чтобы прожилки, да, вот мы закрасили, так, чтобы основные какие-то прожилки у листа были закрашены. И прикладываешь к листу, получается отпечатка листа, да? Но из этого листа можно сделать дерево, например. Или сделать композицию, как будто это букет какой-то. Вот, что ещё вот люди пишут? Вот пишут, да. Дарина пишет, что штампики делают, да? Фломастером на пластике. Да-да-да, я про ластик тоже хотела сказать. На ластике. Вот я, да, сейчас вот ластик не нашла, но неважно. В общем, какой-то коробок или ластик можно обернуть ниточками. Обернуть их вот в хаотичном порядке. А потом, обмакивая в краску, также мы делаем на бумаге отпечатки. Создаём таким образом необычную фактуру, вообще необычный такой. Мы можем весь лист, весь лист напечатать разными цветами, да? Вот такими отпечатками разного цвета. И у нас будет уже готовая основа, из которой мы потом вырезаем, да, всё, что угодно. Какие-то тоже предметы, фигурки наклеиваем. Вот, режем губки, каждую макаем в краску, да. Можно из картофелина вырезать, как бы делать штампики из картофеля. Ну, это взрослый. Да, да, да. Да, сделать. Что ещё можно использовать? Вот, когда вы гуляете на улице, вообще наблюдать, вместе с ребёнком искать эти предметы. А что можно применить? А как мы можем это использовать? А давай подберём что-нибудь, да, поищем. Какая интересная веточка, шишечка. То есть вот интерес, он, его надо, да, немножко будить, его надо тормошить, вот, чтобы зажгнулось у ребёнка внутри желание самому потом придумывать. Дети, они очень творческие. Просто гаджеты, к сожалению, сейчас вот вытесняют другие интересы, и мы, взрослые, можем что-то сделать для того, чтобы... Для того, чтобы как раз-таки не отдать наших детей гаджетам, и у них должно быть много творчества в их жизни. Я так понимаю, нам с вами сначала нужно выйти из гаджетов, чтобы проявить этот интерес, да, чтобы ребёнок вот этот... Ну, то есть зажечь интерес у ребёнка через свой интерес. Конечно, потому что если мы будем вот так вот, сидя в телефон, и говорить, да, 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 иди там отпечатай, вот, вон листик лежит, иди, иди собери на улицу что-нибудь, принеси. Ну, то есть это не подействует. Или он там начинает что-то делать, а мы отвлекаемся, опять смотрим в свой телефон и говорим, да, да, так красиво, молодец, молодец. Ну, как бы... А, кстати, Хатун, а нужно ли ребёнка хвалить, когда он что-то сделал? Вот тут тоже такой вопрос. Или хвалить, или говорить, что... Ну, или показывать, что, ну, здесь-то что-то не так, давай-ка по-другому, там, вот как-то вот нужно ли своё, вот привносить, как сказать, свой отклик в то, что ребёнок сделал, приносит вот маме, папе, да? Маш, тут, как я могу ответить, замечательный вопрос. Мы не можем совсем никак не откликаться, да, мы живые люди, но в то же время здесь нужно быть осторожным, потому что если мы слишком перехваливаем каждое движение тоже, ой, здорово, ой, молодец, ой, как красиво, ой, как шикарно. Ну, то есть, когда гипер... это всё гипер-гипер и много-много, как бы, во-первых, ребёнок уже не будет понимать, вот где действительно, да, вот это правда сейчас, или... ну, он уже не будет на это особо реагировать. То есть у него толерантность какая-то будет, да? Можно сказать как, не какой ты классный, какой ты молодец, а можно сказать, о, у тебя вот это вот, то, что ты сейчас напечатал, вот, мне очень понравилась, классная штука, здорово, идея вообще замечательная, как ты это придумал? Ну, то есть можно просто такой вот живой интерес проявлять к тому, что он сделал, к самому уже, ну, сказать, что вам, вам нравится вот эта линия, вот эта вот идея хорошая. А не то, что ты у меня такой умница, ты у меня такой вообще талантливый, такой... Ну, то есть это уже не совсем то, что надо ребёнку на самом деле, он не будет этому так сильно верить и реагировать, и это не поможет его самооценке на самом деле. А потом, возможно, он будет делать что-то для того, чтобы похвалили и получить любовь, а не потому, что ему самому это интересно, да? Да, 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 да. И, а с другой стороны, вот то, что ты говоришь, или там свой комментарий вот эти поправлять, например, или исправлять что-то, или сделать как бы красиво с вашей точки зрения, да, исправить, да, и начинать говорить, ну, давай сделаем так, чтобы это прям вот было похоже на машинку, да, потому что у тебя не похоже на машинку. Да. Ну, вот это я не рекомендую, слишком сильно вмешиваться в процесс творческий, ну, нужно себя немножечко притормаживать в желании исправить, в желании добавить, в желании вот эту коррекцию какую-то свою внести, потому что тем самым, да, Маша, что мы делаем? Ну, нарушаем границы. Ну, мы как бы... Получается, что это внутренний ребёнок, внутренний мир ребёнка, и тем самым, когда интервенция, вот, мы нарушаем как бы внутренний мир ребёнка, вот что-то там хотим как будто изменить. Да, мы хотим как будто что-то поправить, да, мы где-то можем отследить, а что нас тревожит, почему мы хотим обязательно изменить, исправить, подкорректировать линию, тут надо посмотреть на себя, а почему меня это так волнует, а что я хочу на самом деле? Интересно. Чтобы рисунок был идеальный, чтобы мой ребёнок был идеальный, или, да, какие у меня внутри возникают чувства, то есть понаблюдать больше за собой. Угу, здорово. Позволить ребёнку вообще больше свободы в момент его рисования, когда он мастерит что-то. Угу, это действительно такой опыт вот именно свободы в этом творчестве, потому что везде, ну вот, где ребёнок находится, там, где-то в детском саду, в обществе, даже вместе за столом там сидим, кушаем, да, всё время вот как-то нужно себя держать в рамках, да, человек вырастает, привыкает себя держать в рамках. А здесь через творчество получает опыт такого свободного проявления, да, вот себя, причём творчество такой интересный процесс, да, что ты не знаешь, что будет в конце. Ты как бы идёшь, это исследуешь, это интересно, сам процесс доставляет удовольствие. Маша, ты абсолютно права, то есть это нам такая дана возможность, мы можем заниматься творчеством, и мы находимся в процессе, мы находимся в моменте, вот эта вот возможность побыть в моменте, не думая, куда я сейчас побегу, тысяча других дел, а вот какой должен получиться у меня результат, что скажут другие, когда увидят мою работу. То есть мы должны стараться освободиться от этих мыслей, и вот войти в процесс, растворяться в нём, позволить тебе, пусть руки, да, твои, руки творят, душа твоя творит, безоценно. То есть мы к этому можем и должны стремиться, это моё такое мнение. Я, кстати, об этом как раз говорила в прошедшее воскресенье с девушками, мы собирались в Zoom, я сейчас несколько таких бесплатных занятий провожу. Вот прям тема именно об этом, называется как раз «Свобода рисовать». И мы как бы исследуем это, смотрим, а почему люди, зачем люди вообще занимаются творчеством, что их притягивает, и как ощущать больше свободы в этом. И как раз таки с детей, да, вот мы можем начинать и себе помогать. То есть мы вот сейчас говорим о детях, а все эти же рекомендации, они к нам тоже применимы на самом деле. Мы вместе с детьми можем стать более свободными внутри себя и исследовать себя, когда мы рисуем, когда мы занимаемся творчеством. Сможет поисследовать себя через творчество. Интересная тема, наверное, это как отдельная даже тема. Да, Маша. А сегодня мы с тобой договорились, что да, я могу поделиться какими-то идеями ещё, если хочешь, что-то ещё рассказать. Потому что мы отвлеклись в сторону психологии. Да, да, но это всё очень на самом деле тесно связано, да, это меня очень интересует, поэтому, да, я всегда это связываю и смотрю на творчество через призму психологии, ну, скажем так. Так, Маша, что ещё? Что ещё? У всех дома есть крупы разные. Вот, я рекомендую понасобирать в какие-то мешочки разных-разных круп, не знаю, видно, в коробочках. Я вижу, а что это? А, мешочки разные. Маленькие вермишельки, крупы, там, гречка, рис, горох, чечевица, их большое множество. И потом тоже, наверняка сейчас очень многие уже это знают, это не новинка, но вдруг кому-то захочется сделать поделку из круп, да, это тоже очень легко и интересно с ребёнком. Ну, я подскажи, вот, мешочек, в принципе, я не знаю, там, с какого материала должен быть мешочек, нет? Нет, 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 подожди, подожди. Это дело не в мешочке совсем, да? Это я говорю, дело не в этом, а в том, чтобы мы понасобирали всё в какие-то контейнеры или мешочки, чтобы у нас просто была, чтобы были заготовлены разные крупы, и под рукой это всё где-то лежало. И предлагать периодически, да, и вместе с ребёнком делать на картоне. Мы наносим, скажем, можно выбрать какой-то готовый шаблон, можно, пусть ребёнок сам сначала нарисует какой-то большой объект. Это может быть, там, дом, машинка, несмотря какой возраст у него, какое-то животное. Это и для маленьких детей подходит только с помощью родителей. С какого возраста это можно? Ну, конечно, надо следить за ребёнком, чтобы он это всё прям в рот не тянул, то есть совсем маленькие дети, может быть, это не подойдёт, но уже к трём годам вполне возможно это делать вместе с родителем. Родитель, конечно же, помогает нанести клей. Клей ПВА обычно для этого используется. И вот на картон наносится достаточно много жирным таким слоем клей ПВА. Ну, то есть мы выбираем какой-то сначала, что мы будем, да, какой-то узор, шаблон, какой-то предмет, животное. И вот заполняем контур этим клеем. А, я правильно понимаю, что на картоне либо ребёнок рисует какой-то объект, да, который будет потом заполняться этими группами, да. Либо взрослые рисуют, да, чтобы это был шаблон. Ну да, если вы маленький ребёнок. Важно, чтобы были границы внутри этого объекта или не обязательно? Да, ну да, то есть мы делаем вот контур. Чтобы какие места заполнять определёнными группами или... А, нет, смотри, какие места заполнять, это тоже совершенно свободный процесс. Мы можем ребёнку помогать в этом, может сам ребёнок выбирать. Пусть он, либо он берёт по там какой-то одной маленькой горошинке или фасоль, да, они более крупные. И фасолью можно тоже выложить какую-то часть рисунка. А если мелкая крупа, то прям посыпается, берётся щепоткой и прям насыпается на этот клей ПВА. Да, мы можем... Для маленького ребёнка это должно быть наиболее просто, это меньше выбор крупы, это мы заполняем практически весь контур, помогая ребёнку, мы заполняем крупой какой-то. Ну, например, это может быть там какой-нибудь цыплёнок, поиграть с ним, рассказать какую-то сказку про этого животного или про цыплёнка или про медвежонка. И выложить крупой внутри контура и дать подсохнуть, будет очень тоже интересно. То есть вы сами проявляете фантазию, как именно, где какая крупа может быть, да, помогаете ребёнку немножко. А чем старше он, тем он уже легче ему самому справляться с этим вот видом кожи. Процессом, да? Угу, да. Потом, ну, ещё много всяких идей, я не знаю, ту же крупу можно использовать, если так по-быстренькому сказать. Потом старший ребёнок, когда тоже постарше становится уже после четырёх лет. Если вы берёте пластилин, на картон тоже пластилином, ребёнок плоскую делает картину, плоскую, какой-то тоже персонаж, например, да, может, улитка или какая-нибудь бабочка. Это всё он делает из пластилина, а потом сверху крупой, крупой украшает её. То есть не всё заполняет, а просто где-то какие-то фасолинки, где-то какие-то горошинки идут. Это тоже очень здорово, очень развивает, очень интересно детям. Ну вот, это только часть, да, того, что можно придумать. Да, Хатона, спасибо большое. Я так поняла, что мы сейчас больше говорили о развитии творчества и креативности у детей, ну, где-то лет до пяти-шести, да, вот так вот, когда... Ну, наверное, это, да, для маленьких, хотя это и можно и со старшими сделать, интересно. Я могу ещё рассказать что-то для более старших, может быть, что подойдёт. Как? Ну, на самом деле, вот эта первая идея, которую ты рассказывала про молоко, гуашь, да, краски, там, палочкой помешать. Я даже вот, будучи взрослой, год назад, что-то вот близкой к артерапии, когда просто наливаешь воду и туда акварельную краску макаешь, она тоже, она там трансформируется, преобразуется, там какой-то танец краски, там даже для взрослому это интересно. А на самом деле, вот так как я сейчас тоже занимаюсь, я учусь, занимаюсь арт-терапией, углубляюсь ещё, повышаю свою квалификацию, и в арт-терапии существует очень много методов, не только рисования, да, там огромное количество методов, в том числе вот то, что ты сейчас сказала, когда мы капаем в воду жидкие краски, и они там начинают трансформироваться, образуют какие-то невероятные такие вот узоры, и что вот человек видит в этом, да, очень важно, какие он испытывает эмоции, какие он испытывает чувства. То есть это уже такой вот процесс, скорее, да, это не чистое творчество, прям вот, мы не ждём, что получится какой-то результат, мы не ждём, что какой-то продукт получится, а вот мы находимся в процессе, наблюдаем за трансформацией. Здесь, наверное, даже можно это как самодиагностику, да, использовать или как диагностику, да, что сейчас чувствуешь, какие, что там внутри происходит, что беспокоит, и всё человек увидит в этих пятнышках. Потом, Маш, помнишь, мы с тобой в прошлый раз говорили, что можно использовать в качестве краски овощные или фруктовые соки, да, вот просто напомню, что это очень интересно и для взрослых, кстати, и для детей. Если мы подумаем, что, из чего можно выжать сок, немножко даже достаточно, вот, свекла, шпинат, да, я вспоминала, какие-то ещё более такие сочные фрукты, которые, или овощи, которые дают цветной сок. И также можно использовать, как я уже в прошлый раз говорила, кофе, раствор, и тоже в зависимости от его густоты можно получать интересные рисунки. Прям берёшь кисточкой, макаешь, и... О, морковка ещё подсказывает. Да, отлично, вот, да, вот просто мы иногда, мы иногда не можем так быстро придумать, потому что мы, правда, мы не думаем в этом направлении, мы настолько привыкаем вообще к шаблонному такому немножко мышлению нашей жизни, да, мы должны стараться уходить от этого. Вот для чего вообще я рассказываю обо всём этом. То есть, это постоянно такой разрыв шаблонов. Мы рисуем красками, краски бывают акварельные, акриловые, масляные, да, там ещё какие-то материалы, мяуки, всем известно. А чем ещё можно рисовать? Вот мы как бы задаём такой себе вопрос, и ребёнку можем так поспрашивать, какие-то, ну, как брейншторминг такой, вот, идеи. И здесь тоже, получается, развивается способность выходить за некоторые рамки, мыслить нестандартно и нешаблонно. Потому что вот есть краски, мы рисуем только красками, только мелками, и только вот на этом листочке. Вот. Вчера как раз вот, ну, была сессия, и девочка, ну, когда ребёнка вся вспоминала, что вот очень сильно влетела за то, что вот она рисовала, была очень маленькой. Там года четыре, да, была очень маленькая, рисовала на листочке, и краска пошла на ковёр. И я спросила, а что ты чувствуешь, как вот тебе это, правда, этот был процесс, да мне так интересно, как потом там эти капельки, что это капельки, маленькие капельки, и они как-то там вот, вот это тоже интересно, да. Это как будто она вспомнила себя в детстве, да, и ты спросила, как она могла тогда чувствовать, как она, по ощущениям. Да, и когда вот родители, ну, влетает от родителей, они понимают, что вот за рамки нельзя выходить, можно стоять только на листочке. Да, можно всегда стоять на листочке, а на полу можно положить на пол, да, или там... Ну, конечно, чувства родителей понятны, да, но с другой стороны, вот с другой стороны, вот как ты сказала, что создать благоприятную среду для ребёнка, то есть, что ребёнок рисует там, где всё можно, где не жалко, да, ковёр, если там испачкается, да, там, ещё что-то, какую-то среду, потому что, насколько я знаю, что, ну, конечно, слишком, наверное, покричилась сказать, что я знаю, ну, мне рассказывают, что есть такие материалы на стену, да, что даже и на стене можно рисовать. Ну, Маш, ну смотри, мы сейчас такие, да, советы сейчас с тобой даём, я понимаю, что для всех они подойдут в их реальной жизни, да, это действительно не так легко сказать, так, создайте все дома такую развивающую среду, пожалуйста, окружите ребёнка красками, материалами и ничего ему не запрещайте, пусть он рисует, где хочет и когда хочет. Я понимаю, что в жизни это не совсем реально, и это не всем подойдёт, это бывает правда сложно обеспечить. И я единственное, что могу сказать по возможности, обеспечьте ребёнка материалами разнообразными, просто чтобы у него были разные краски под рукой, сами с ним рисуйте, сами с ним садитесь иногда, там, ну, что-нибудь такое сделать интересное, задавайте ему вот эти вопросы, а как это можно ещё использовать, а если вот не рисовать, а сейчас вот напечатать, а вот если нарисовать, например, вот такая идея, а вот нарисуй, там, нарисуй, не знаю, там, собачку или домик, но из маленьких элементов одинаковых, например, всё из цветочков, да, всё создать из маленьких цветочков или из пирали, или из кружочков, то есть вот добавить какой-то такой вот необычности какой-то в задание, в эту вот идею, что мы сейчас будем рисовать и как мы это будем, а чем мы будем ещё рисовать, а давай мы сейчас прорисуем и красками, а вот я сейчас выжму из морковки сок, и ребёнок при этом может присутствовать там, или помогать, или смотреть, и как бы зажигается, да, зажигается внутри огонь, желание возникает. Да, да, интересно, что, как это можно сделать, интересно, мне пишет Настя, что Маш, таки обои продают, вот, и на пол есть рулоны раскрашивать, вот, пожалуйста, оказывается... Да, можно что-то старое найти, да, какое-то уже ненужное, там, можно застелить пол, но если это маленький ребёнок, да, можно... Ну да, я, правильно, застелала плёнкой, как-то она у меня нашлась тогда. Да, застелила плёнкой, дать ребёнку вот возможность, действительно, если он маленький, допустим, да, совсем мы сажаем, даём листы какие-то, краски безопасные, ребёнок, он может весь перемазаться, весь испачкаться, он как бы смешивает, трогает, ощущает, он на себя это может нам накрасить, да, эту краску, он хочет её всем телом, может быть, как-то... Можно отпечатки ножки, прям разрешить, да, либо потопаться, ручки, это очень здорово. Катона, как же трогательно, ведь это, может быть, не только, знаешь, как вот рассматривать, как творчество, да, а именно как вот какой-то даже трогательный арт-объект, который вот ребёнок вырос, да, а вот его ножки, такая дорожка, ладошек и ножек осталось. Да, да, это можно... Потом как картина будет висеть. Да, и есть вот история про девочку, она уже сейчас, может, подросток, я как-то недавно наткнулась, и у неё папа художник, они живут в Европе, насколько я помню, и заметил папа, что в детстве совсем ещё она маленькая, до годика была возможность ей, папа, видимо, что-то дал, какие-то краски, и она вот начала рисовать. Понятно, да, какие-то абстрактные, хаотичные линии, но вот это вот сочетание красок, цвет, в общем, это... Они заметили неподдельный интерес у ребёнка, какое-то просто невообразимое её желание снова и снова это делать, повторять, встание и предоставлять материалы, и даже холст. Но это, конечно, изряд вон выходящая история, потому что родители, может быть, ради шутки интереса подали её картины на какую-то выставку, и это приняли, не зная о том, что это картина маленького годичного ребёнка. И потом девочка росла, ещё больше ей предоставляли возможность творить, разбрызгивать краску, там специальное помещение у них. И это, конечно, вообще такой случай нестандартный, когда как раз-таки у ребёнка полная свобода творчества, и сейчас её картины продаются вообще за большие деньги, и девочка счастлива вообще работать в таком вот... в такой свободе, в таком... То, что её картины признаны, да, получается, в мире, они продаются, и это даёт ей возможность творить дальше. Вообще это, конечно, тоже подкрепляет и окрыляет. Да, потому что там ребёнок может вырасти, и он сам понимает, или ему сказали, ну вот, а теперь пора, в общем-то, заняться серьёзными делами, пойти учиться на инженера-учителя, вот там, и всё такое, да. А здесь получается, что ребёнка... Да, ребёнку, да, такой вопрос... Человеку уже... Выбирать вообще, как он это будет делать, сколько по количеству, какие сюжеты выбирать. И человек действительно вырастает в какого-то невероятного такого художника, она уже практически выросла. Ну вот, поэтому будем просто стремиться к тому, чтобы по возможности в своей обычной жизни предоставить ребёнку быть свободным и заниматься творчеством так, насколько это возможно, более открыто, более широко, да, чтобы мы были для ребёнка таким вот поддерживающим родителям, зажигающим его огонёк, и вместе с ним, в общем-то, получали удовольствие от этой деятельности, от творчества. Потому что, как мы и сказали, это же не просто ради развлечения, это вообще даже не для этого, а для того, чтобы... Это очень развивающе, это очень развивающе для нашего мозга, для мозга ребёнка, который учится, учится искать нестандартные решения, принимать нестандартные решения, учится отходить от шаблонов, учится свободе мышления. Вот зачем это нужно. Учится проживать процесс, идти за своим интересом, и... Не бояться, не бояться, где-то рискнуть, где-то быть, в чём-то быть таким вот странным, взять и использовать предмет совершенно не так, не для того, для чего он предназначен. Например, рисовать можно даже вилкой, старой ненужной вилкой, обмакивая её в краску, проводя линии, вот маленьким детям тоже это очень интересно, делая отпечатки вилочкой. Правда же? А вообще это предмет совсем для другого предназначен. Поэтому вот мы иногда совершенно не можем представить, а как это можно использовать, да? Оказывается, можно использовать очень и очень по-разному обычные вещи вокруг нас. Благодарю тебя, Хатун, на что поделилась идеями. И пока ты рассказывала, я тоже, можно сказать, виртуально проживала процесс в образах, да? И чувствуется, что у тебя ещё очень-очень много идей. Ну, вообще-то... И снова, как и в прошлый раз, хочется сказать, давай ещё раз обязательно запланируем эфир, но как у тебя будет время, потому что я, насколько милая, ты уже очень-очень-очень занятый человек. Вот, ну, как совпадёт время и желание, да. Да, можно что-нибудь... Возможно, для детей постарше ещё, да? Можно ещё такое придумать, что в следующий раз можно продолжить эту тему, ещё что-нибудь могу рассказать, поделиться, а заодно, может быть, вместе, прям параллельно что-нибудь порисуем, выполним какое-то задание, упражнение. И надеюсь, это будет интересно и полезно. Ну, то есть в следующий раз, возможно, подготовим некоторое задание и анонсируем, да, материалы, которые необходимы, и те, кто захочет тоже получить этот опыт, да, творческий, тоже могут присоединиться и прямо вот вместе с нами тоже вот жить этим процессом, получать... Да, прямо на первом мире, да, можно что-нибудь выполнить, нарисовать, то, что... Используя какие-то несложные материалы, да, мы можем использовать совершенно обычные материалы для того, чтобы сделать что-то интересное, и эти идеи взять себе и сделать это потом с ребёнком, например. Вот. А сейчас спасибо тебе большое, Маша. Спасибо большое, Хатур. Встретиться. Ну, я завершаю тогда нашу встречу. Я надеюсь, что будут ещё приходить люди задавать вопросы. Да, да, да. Кто уже нас услышит, да, в записи, тоже, можете, свои вопросы или пожелания, чтобы хотелось, да, вот, может быть, узнать. Какую-то тему, да, может быть, рассмотреть. Либо тему, да, либо раскрыть, да. Вот. Высылайте в прямой эфир, и в директ, да, мне, Хатуни, и у нас будет тема для прямого эфира. Вот. Так что благодарю всех за внимание, кто нас видит и кто ещё увидит. Прощаемся. До новых встреч. Директу. Большое спасибо. Всем до свидания. Пока, Маша. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова